Почти 900 бесконечно долгих и страшных дней. Миллионы искалеченных судеб и тысячи погибших. За этими скупыми фактами весь ужас войны. Когда Ленинград оккупировали немецкие фашисты, Вере Кулаковой было 12. Через полгода девочка осталась сиротой. Родители погибли во время вомбардировок. О тех трагичных страницах истории сегодня Вера Григорьевна рассказывает молодежи. О том, как ходила с другими детьми по квартирам и проверяла, есть ли кто живой. О том, как давали обеселившим людям поглотку воды. В условиях острой нехватки продуктов ленинградцы выживали кто как может. Пошла на Андреевский рынок ходить собирать. А где собирать? Только на улице под ногами. Вот эти очистки после фруктов. Они грязные. Я почищу грязь. Сейчас поднесу, поплюю их. Кто к рту поднесла, поплевает. Раз и съела. Как магнита. Такие встречи – это как краткий урок истории. Кто, как не они, знает всю правду о жизни в кольце врага. Рассказывая о блокадном детстве, многие не могут скрыть эмоции. Вспоминать такое просто невозможно. Без слез и дрожи в руках. Их боль не лечит время. Мама по возвращении готовила тюрье. Что такое тюрье? Это хлебушек, размоченный, водичкой горячей. Вот это по вечерам. Она когда возвращалась, готовила нам. А на день нам давали по корочке хлеба, когда она уходила на работу. И мы ее сосали. Вот сколько нам хватало этой корочки. Эту дорогу жизни в Ладоге прошла моя мама несколько раз. И я запомнила момент, когда она… Я знаю, что она уехала с детьми. Вернется она или нет. Она пришла ко мне в спальню, и я увидела ее белую голову седую. За вот одну эту поездку она посидела полностью. Страшное было, конечно, время. Я когда смотрю на маленьких детей, у меня внуки, и думаю, какие они счастливые, что они не видят этого ужаса, этой войны, этой блокады. Эти ужасы войны, не дай Бог, чтобы они повторились. И я хочу, чтобы нашим детям, внукам уже, правнукам, никогда в жизни это даже не приснилось во сне. Трагедия Ленинграда общая для всей страны, отметил глава Кубани. Сегодня в регионе проживает 374 блокадника. Важно сделать так, чтобы молодежь из первых уст узнавала, какова цена хлеба того самого блокадного кусочка, который уже стал символом жизни и надежды. Люди прорвали эту блокаду. И наша армия, и жители, жители от самого маленького до самого взрослого. Прорвали они эту блокаду ценой собственной жизни. 900 дней и ночей, задумывайтесь, 900 дней и ночей. Мы говорим, что нелюди были фашисты. Значит, эти нелюди отчасти остались. Как можно предать забвению или сказать, что нет, этого не было. Было. Все это было. Каждый из вас говорит, вот настолько, ну, просто душа разрывается. Я видел сюжет, когда хранители семенного фонда пшеница, где хранилась различная ее сорта. Падая в голодный обморок, не съели ни зернышка. Вот что это? Не подвиг. Сравнить не с чем. Падали в обморок голодный, не съели ни зернышка из этого хранилища. Это не придумаешь. Не придумаешь. Это жизнь. Это жизнь маленьких детей. Но жизнь взрослая. С проблемами, которые, наверное, в их возрасте, в вашем возрасте хватило бы на всю взрослую жизнь. А вы хватили это все в детские годы. Они каждый день видели смерть, но все равно продолжали жить. И, кажется, до сих пор ведут бой за правду, которую некоторые пытаются переписать. Свидетелям войны особенно обидны за те циничные фразы, которые нередко попадаются в сети. Поднимают головы те, кто хочет переоценить историю. Однажды в интернете мой сын нашел. Мама, ты посмотри, что пишут. Если бы вы не так хорошо воевали, то мы пили бы сейчас баварское пиво. Нет, не пили бы вы баварское пиво. Вас бы просто не было на этой земле. Вы очень важны для нас сегодняшних. Очень. Еще раз подчеркиваю. Сегодня многие хотят передернуть историю, перекроить, просто в наглую ее изменить. Невозможно. Невозможно. И у них это никогда не получится, потому что вы живые свидетели. Вы видели, вы на себе все это прошли и прочувствовали. Как? Как можно сказать тому, кто был участником, и даже не свидетелем, а участником тех событий, что что-то было не так. Вот тогда вообще у них совести нет. Вообще совести никакой нет. Поэтому вы важны сегодня. Важны для нас всех. Для Краснодарского края и для Великой России. Каждый, каждый на вес золота. Мирная жизнь для их детей и внуков – то, ради чего они не сдавались. И сегодня, несмотря на свой возраст, они готовы, как и в молодости, отстаивать свои убеждения и взгляды. Вы знаете нас поименно. И мы видим, сколько вы делаете для нас. И мы, в общем, хочу сказать, что всяким врагам, которые хотят дискредитировать вашу репутацию, мы, вот я товарищи, да, мы в обиду не дадим. Вы все в строю. А вы, как положено командиру на самой передовой, я рад, что у вас вот такая жизненная позиция, она, наверное, продиктована все-таки на самом деле вот той детской закалкой. Вы живете за тех, кто не выжил. Что такое 75 лет, или 76, 77? Что это такое? И 78, и 90 – это тоже ничто. И 100, и век. И нету срока. Нету здесь срока давности. То, что пережил народ, друзья, это касается каждой семьи, каждого, каждый, кто здесь сидит. И каждый, поверьте, у каждого у нас есть родители, а у наших родителей есть тоже родители. И они все это пережили. Вот такой народ. Не можем, не имеем права его предать. Память о нем. В ходе разговора с губернатором Евгений Ананин, житель плакатного Ленинграда, рассказал о положении своих боевых товарищей в Украине. Сегодня они неоправданно забыты и лишены льгот. Наши предки воевали за одну победу и общую для всех свободу. Но оказалось, что об их подвиге в соседней стране помнить мало кто хочет. Наши друзья на Украине, где я прожил 19 лет и был также в коллективе жителей блокадного Ленинграда, сейчас мне сообщают не по телефону, не по радио, именно из уст в уста, что там сейчас блокадников лишили всех льгот, закрыли все организации, не разрешают собираться. А если кто-то что-то говорит, поезжайте в Ленинград и там будьте с ними. Чем мы можем сейчас помочь? Евгений Николаевич, тяжело слушать. А как это все пережить? И вы абсолютно верно сказали, такие же, как вы. Вместе тогда и с украинским народом мы вместе, наши предки, завоевывали эту победу, а сегодня на Украине никому не нужно слушать правду. Из уст таких же, как вы, детей блокадного Ленинграда, которые на самом деле рассказывают, какая она эта правда. Но тем не менее, все, что мы можем, я с вами согласен, что боль, боль, она у вас сильная только потому, что все равно, вы правильно сказали, у нас и возможность здесь пообщаться, помнить, обмениваться информацией, снять фильмы о каждом из вас и показать жителям нашего края. А у них нет возможности, поэтому через вас я хочу их пригласить на курорты Краснодарского края. Пусть они отдохнут, и здесь у них будет возможность и пообщаться, и это все рассказать. Нам это нужно. Жителям Краснодарского края это нужно. И гостям. Пусть доедут, а размещение, проживание мы возьмем на себя. У нас хватит возможностей, чтобы на самом деле сказать им спасибо за то, что они пережили, и за то, что они до сих пор в строю. Они и там в строю. Приглашайте. Мы с этим совсем российским гостеприимством. Кубанским, на самом деле, хлебосольным столом. Ленинград обстреливали днем и ночью. Фашистская артиллерия и авиация без разбора уничтожала и детей, и взрослых. Что помогало им выстроить и не дать стереть свой родной город с земли. То, как тысячи людей объединились ради одной цели, поражает. Нечто было в народе. Большая семья. Дорожили друг другом. Взаимопонимание было. Взаимоподдержка сумасшедшая. Ничего не было, а как друг за друга тряслись. Посмотрите. Вот посмотрите. Поэтому и победили. Поэтому и выжили. Вот в чем, наверное, секрет. Народа. Народом. Мы просто народом должны оставаться. Народом. Единым народом. В единстве наша сила. Все как один. А один как все. Их подвиг не имеет срока давности. Для молодежи их рассказы – бесценные уроки жизни. В завершении встречи Вениамин Кондратьев вручил ветеранам юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы. Но, конечно, главная награда для них – память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова